на очищенную кожу я наношу базу под макияж от коди профессионал равномерно маленькими капельками распределяю что не было удобно и растягивать по всему лицу зону под глазами и век я обхожу стороной следующий этап это тональный крем от клиник тонким слоем наношу на все лицо кроме век при этом тональный крем не помогает выровнять наш тон кожи тонким слоем я наношу в зону под глазами и распределяю все по массажным линиям лица тем самым не растягивая нашу кожу следующий этап это консилер от коди профессионал мы его наносим зону под глазами также можно нанести в зону век так как обычно он матовый и будет проще потом распределять там тени и они не будут течение дня скатываться равномерно распределяем тоненьким слоем и не забываем про массажные линии использую пудру от color dance рассыпчатую она очень удобная тем что она подходит абсолютно под любой тон кожи беру кисть большую пушистую с натурального ворса и распределяю обратно же по массажным линиям при этом фиксирую свой тональный крем и обязательно конечно же не нужно проверить в конце достаточно пудры я нанесла не использую тыльную сторону пальчиков если вы чувствуете липкий слой то нужно добавить еще немного пудры использую бальзам для губ для увлажнений чтобы в конце макияжа не было удобно распределять карандаш и я не чувствовала сухость своих губ используя скульптор от make up forever использую серо-коричневый оттенок он является наиболее натуральным мы делаем рельеф нашего лица при этом мне нужно визуально разделить свое лицо на три равные части идем и по диагонали от верха уха в зону между носиком и губками не доходим тени нашей до носогубной складки приблизительно два пальчика если мы будем упираться в носогубную складку тем самым мы ее подчеркнем поэтому до нее мы не доходим по желанию вы можете нанести скуловой корректор на зону лба в уголочке при этом уходим от волосяного покрова к центру лба также можно нанести на веков тем самым делая еще более рельефно наше лицо моя любимая часть это хайлайтер я использую от анастасия байли хиллз оттенок виш наношу я на наши скуловой коррекции при этом равномерно распределяю чтобы наш хайлайтер мягко уходил в нашу скуловую коррекцию также могу не внести в зону подбровью при этом слегка-слегка потушевый чистым пальчиком и в зону над нашей наивысшей точкой брови приступаю к оформлению брови беру маленькую щёточку для того чтобы немного начисать и уложить свои бровки после этого я использую карандаш от каскад of colors оттенок 05 он светло-русового оттенка делаю себя маленькие точки тем самым в дальнейшем это мне поможет сделать мои бровки симметричными проверяя правильность нанесения своих точек чтобы они были симметричными и начинаю с хвостика брови и равномерно заполняю обе брови сначала одну потом вторую при этом регулирую насыщенность цвета делаю менее ярким наше начало брови так как она должна выглядеть максимально натурально я прорисовываю волоски и оттягивая самую темную тень наш кончик брови тень для бровей арт-деко оттенок медиум и маленькая кисточка мне пригодится для того чтобы заполнить маленькие пробирчики и даже сделать более мягче начало тем самым добиться натуральности вы можете также использовать тень для бровей исключительно вместо карандаша если у вас очень густая бровь прозрачный гель для бровей от анастасия барли хиллс помогают мне уложить мои волоски как мне удобно как я привыкла видеть вы можете вычесать просто по росту волос кисть бочона и наш скуловой корректор только немного темнее оттенок поможет для создания рельефа на моем веке я наношу изначально центр а потом распределяю равномерно в одну и другую сторону когда у вас кисточка уже полупустая вы можете вытянуть свою тень на нет самое важное это наносить в зону между подвижным и неподвижным веком зону под косточкой палетка теней от бернович беру самый светлый оттенок беру наш бочонок и наношу зону нашего начала глаза подвижного века подхожу к нашему рыжему оттенку и немного смягчая границу но не захожу на него так же дело с другой стороны и добавляю в зону подброви слегка слегка поддушевая сильно зону тюнилой светлой использую розовый оттенок шиммера на свое подвижное веко так как я очень люблю когда она переливается на солнышке возвращаемся к нашему скаловому корректору вношу я уже зону под глазик от внешнего уголка к нашему центру глаза использую карандаш для глаз от cascad of colors оттенок 201 это коричневый оттенок прорисовываю межресничную стрелочку двигаясь от внешнего уголка внутреннему тем самым немного ее сужая регулирую ширину и все время подтягиваю своим пальчиком височную спадину вытягиваю тоненький тоненький хвостик стремясь к височку также делаю с другой стороны главное не спеши и все делать продумано использую маленькую кисть для того чтобы сделать тоненький хвостик нашей стрелки также подтягиваю височную спадину и вытягиваю приблизительно 2 миллиметра беру тушь от lancome и начинаю придавать своим ресничкам еще больше длины и объема вытягиваю от прикорневой зоны по росту весничек при этом все время оттягиваю от корней так же делаю другой стороны глаза зону нижних ресниц вы можете только исключительно покрасить у прикорневой зоны чтобы они были слишком длинные также вы можете использовать специальную щеточку набирают кисточки наши прорисовывайте немного отпечатано это более удобно чем брать огромную кисточку и подтягивать к нашему глазу беру карандаш для куб от cascad of colors оттенок 313 это пыльная роза очень натурально смотрится на губа начинаю я с прорисовки нашей нижней губы и потихоньку захожу на нашу верхнюю губу тем самым прокрашивая верх губы немного закругляю уголки и делая их мягче можно заполнить полностью всю нашу губку а также только оттушевать контур нашей кубы тем самым стремясь к центру для большего объема увлажнения возьму пресс для губ от victoria's secret он персикового оттенка и нанесу пальчиком наверно по всем губам также мне понадобится румяна от сла персикового оттенка вношу я на яблочки той же кисточкой которую вы делали скуловую коррекцию и мягко-мягко в тушевую между зону хайлайтера и скулового корректора